МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все в структуре взаимосвязано от производства зерна, получения комбикормов. Эти комбикорма идут в хозяйство, хозяйство получает продукцию, идет на заводы. Эти заводы, как и мясной и молочной отрасли, перерабатывают продукцию, поступают на наши же торговые осети. То есть мы замкнули цикл, и лучше пока никто не придумал произвести продукцию и продать ее. По выниках минулого года работы аршанской интеграционной структуры есть упевненная становчивая динамика. За 2019 год валовая продукция по структуре составила 103%. Это животноводство 102,1%, растеневодство 104,3%. То есть работали с плюсом, хотя не с тем, которым ожидалось. Но тем не менее динамика сохраняется и на сегодняшний день положительная. Это и по производству молока, 110% по структуре. Поэтому надеемся, что тенденция эта и сохранится. Вообще отрасли растеневодства сработали неплохо. 117% получили вала зерновых и зернобобовых корней прошлого года. Получили 100,1% по молоку, по животноводству. Увеличили производство яйца на 117%. Также увеличили производство выращивания свинины. На уластном опыте переканалися, как повеличить объемы вытворчасти сельско-господаршей продукции, треба створать оптимальные умовы для живелых адулли. На протягу года займалися реконструкцией старых по мешканню, будавали новые легкие дравляные конструкции. Экономичный эффект не заставил дох джакать. На 2020 планы грандиозные. Темпы росту воловой продукции павинны скласти не менш за 110%. У перспективе – далейшая реконструкция и будавництва живелых адулчих по мешканню с найменшими затратами. Экономика пауночного региона складается с паспяховой работой перепрацовчих предприемствов – молочных и мясокомбинатов, подкресли у старшиня Витебского облаканкама Миколай Шарсню. У свою чергу им потребна достатковая колькость сыровины, каб загрузить могутности и отрымливать прибыток. Зараз объемы сыровины от наших сельгазпредприемствов недостатковы для эффективной работы перепрацовки. Наша вся экономика складывается, по большому счету, от успешной работы перерабатывающих предприятий – молочных заводов и мясокомбинатов. Но если перерабатывающие предприятия недополучают сырье, они могут успешно работать? Нет. Образовалась, опять же, зависимость. Сельскохозяйственная организация не поставляет сырье в том объеме, которое необходимо в переработке. Переработка теряет экономику и эффективность. Максимально сконцентровать намагание и на протягу года переломить ситуацию у сельской господарцы в области. Задача – у 2020-м обновить базу агропромыслового комплекса в области. Создав технологические условия, мы улучшим привесы, на этот день мы тоже большие не нужны, нарастить поголовье, получить технологический привес, увеличить молоко, прекратить выростку тёлочного поголовья, следовательно, увеличить количество данного поголовья, получить больше растёлов, вот она жевается почек, которая приведет к эффективному производству. У сельгаз-организациях Витебской в области шмат помешканей, у яким больше за 30 годов. Частка з'их не эксплуатуются або выведена за боротом. Танна и худка – провести у належный стан такие побудовы, створить необходные технологичные умовы для утримания живёлы и отримать необходную продуктивность по силах сельгаз-продприемствам. Переканалися у гэтым удельники нарады на реальных прикладах. У Гарщевщине Талачинского района комплекс по откорме буйной рогатой живёлы надёжина перебудавали с былого сенавалу. За три месяца узвяли практично новое помешканье для 160 коров. Светло, просторно и комфортно. Паилки по технологии с подагревом и живёла оценила. Чётки находились на чаревых палах. Практически привесы на таком содержании были незначительные. 450-550. Одно время мы их содержали в Гречихах на беспривёзном содержании на сплошной постилке. И сразу стал результат показываться 750-850. Но места там было мало, поэтому решили построить вот этот наш пёлочник. Здесь раньше располагался сенавал. Два сенавала было. Мы их разобрали. У Ромашкове старую ферму реконструировали в аутульной профилакторой для 60 тялят. Новоселья справили три месяца тому. Кали ранее были пытания по захованию молодняку, то зараз их не узникая. И приваги радуют. Доска, шифра, стопроцентная сохранность молодняка. Денег больших не надо. Каждый у себя. Это обычная старая ферма. У каждого она в хозяйстве такая ферма есть. Месяц работы и результат налицо. Каждый может у себя эту работу проделать? Может. Вот что от вас от всех требуется. У Дубровинским районе на молочно-товарной ферме «Новая Будо» старый коровник отрымал другое житё – раз четыре месяца работ. Будовали господаршим способом. Комфортные умовы отрымали три сотни живёл. На строительство данного сарая было затрачено, если сказать вам точную сумму, это 97 тысяч денежных средств. Из них 55 тысяч – это строительные материалы, то есть шифер, блоки, цемент, столбы, которые приходилось закупать, чтобы наращивать. Мы уже специально делали высокий хороший сарай, чтобы можно было производить чистку. С реконструированными сельско-господаршими объектами у Витебской области ознайомился и министр сельской господарки и харчаванья. Анатоль Хадько отзначил, что реконструкция старых помешканья або будалництва таких худко-взводимых объектов логичная и мая станучи в опыт у инших регионах краины. Мы будем использовать этот метод. Это нормально, разумно, по-хозяйски применение таких строений. Они дешевле. На протягу года у области плануют реконструовать и побудовать не меньше за 180 помешканью агропромыслового комплексу. Для этого распроцуют программу по кожным районе и сельгаз-организации. Нам нужно комплексно зайти и в течение года снять проблему, разместить скот, нарастить количество животных, увеличить технологические превесы и тем самым увеличить валовое производство продукции. В этом случае ради чего мы делаем? Ради загрузки перерабатывающих предприятий, которые сегодня недозагружены. Мы получим полную стопроцентную загрузку. Соответственно, у нас улучшится экономика перерабатывающих предприятий, у нас улучшится взаимосвязь сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих. Опять же, шерезэкономику. Это регулярные платежи, это увеличение закупочных цен и так далее, и так далее, и так далее. Никак нельзя растянуть этот процесс. Год, не более. Зараз идёт работа Папы Дрюхтовцы Дана Рады по развитию агропромыслового комплексу Витебской области. Допрацовываются пропановы, агученные у листопаде. Акцент на сыровинные зоны. У якости главных предприемств объединению будет перепрацовка мяса и молока. С чего начинается директива номер 6 по развитию агропромышленного комплекса. Доктрин не положено. Это создание сырьевых зон. Сырьевые сегодня зоны формируются для того, чтобы через добавленную стоимость переработки сырья где-то и шла обратная, делиться эту прибыль на сельхозорганизации. Вот это вот связи. Это хорошие, долговечные связи, когда будет в одной объединении, сырьевом этом объединении. Будет понятно хозяйство, кто у него будет перерабатывать сырье. Переработка будет понимать, с кем будет работать по обеспечению загрузки своих мощностей по сырью. Головная работа на местах, выполненный министр. При правильном технологичном подходе будет рост и в творчасти, и экономики. Редактор субтитров А.Семкин